Послание Отца Абсолюта 25 июля 2020 года Фильтр из огня вселенской любви Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, начнем с того, как вам научиться ставить энергетическую защиту не только от самой информации негативного характера, но и критического отношения к ней со стороны окружающих. Каждый раз, перед тем, как открыть ролик или статью, разоблачающую преступления мирового правительства и все происходящее вокруг коронавируса, вам необходимо поставить на себя энергетическую защиту из огня вселенской любви и попросить высшие силы Вселенной помочь вам мудро и взвешенно принять содержащуюся в них информацию с тем, чтобы сохранить на должном уровне свои вибрации. Эта защита будет немного отличаться от той, которой вы привыкли. На этот раз энергетический кокон, в который вам нужно себя помещать, должен состоять из мелких ячеек, скорее даже сеточки, через которые будет просеиваться нужная вам информация в чистом виде, отсеивая то, что несет в себе слишком тяжелую негативную энергию. Представьте себе, например, сеточку для заварки чая, которая отсеивает чаинки, и вы получаете чистый ароматный напиток. И пусть все страшные подробности, содержащие в себе концентрацию негативных энергий, останутся в этой сеточке, не проникая глубоко в ваше сознание и оставляя в нем лишь суть происходящего, что необходимо для вашей дальнейшей практической работы. Но не менее важным является защита от неизбежно возникающего критического отношения к происходящему, как вашего собственного, так и со стороны ваших близких, друзей, знакомых. Если в трехмерном мире критика является естественной реакцией людей на любое негативное событие и несет в себе не менее негативные энергии в виде страха, гнева, агрессии, осуждения, то вы, как существо высшего порядка, уже не можете позволить себе подобной реакции. И для начала вам нужно научиться сохранять в неприкосновенности свое энергетическое пространство во время обсуждения этих горячих тем. Воспользуйтесь той же сферой-сеточкой, которая на этот раз явится двусторонним фильтром. Не пропуская ваше личное пространство негативной энергии, излучаемой вашим совеседником, она одновременно защитит и его от возврата к нему собственных низковибрационных энергий, что происходит в том случае, когда внешние стенки вашей защитной сферы имеют, например, зеркальную поверхность. Но если сфера состоит из мелкой сеточки, удерживающей и растворяющей в себе крупные частицы негативной энергии, то и вы, и ваш собеседник, не получат передозировки этими энергиями, и разговор будет протекать в более спокойном созидательном русле, без излишних эмоций и страстей. Для того, чтобы усилить положительный эффект вашей защиты, наполните свою сферу энергией вознесения, для которой нет преград, и которая будет циркулировать не только внутри вашей сферы, но и далеко за ее пределами, очищая все пространство вокруг вас и всех окружающих людей. Я уверен, родные мои, что вы быстро освоите этот новый способ защиты и почувствуете все его преимущества как для себя, так и для своих близких. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.